Всем здорова бойцы и зрители канала Валерки. Мы начинаем, начинаем прохождение игры под названием Dead Light. Режиссерская версия, я купил ее в стиме, да, режиссерскую версию, вот. Это платформер, короче, атмосферный, в жанре survival horror, короче, про зомби-апокалипсис. Ну вот, чувак ищет, ну, как выживает, короче, группой остальных там чуваков и, короче, ищет свою семью, вот, надо добраться до убежища. Ну, это как я по описанию, короче, почитал, вот. Итак, я купил в стиме режиссерскую версию, она была на английском, вот, на английском, и я, ну, нашел, короче, русификатор, вот, более-менее стабильный русификатор, но все равно он кривоватый. Я игру уже запускал, смотрел, как работает русификатор и, в принципе, все, все нормально переведено, только кроме названия главы местами, короче, я так не понял, не поддерживается шрифт, что ли, или что-то такое, короче, там ни хрена непонятно, вот, не отображается название глав. Но это, я думаю, не главное самое, самый главный сюжет, переведен. Отличие режиссерской версии от обычной версии тем, что в режиссерской версии есть режим выживания, мы до него тоже доберемся, короче, но после прохождения основной игры, вот, доберемся. Так, и фишка в том, что первая серия, назовем ее нулевая серия, как пролог, короче, мы почитаем воспоминания Рэндала, вот, дневник, войдем в суть игры, вот, потому что там начало сразу, ну, не говорится, что откуда, что почему, короче, вот, все написано в дневнике. Дневник не полностью описан, на недостающей части, я так понимаю, мы будем по ходу игры, короче, ну, находить, поэтому давайте пока почитаем то, что есть, ну вот. 1985 год, 15 мая. Я никогда не думал, что смогу сделать нечто подобное, обращаюсь к дневнику, чтобы выразить себя. Ну да ладно, что мне терять? Меня зовут Рэндалл Уэйн, мои друзья зовут меня Рэнди, однако я знаю мало тех, кто меня так зовет. Несколько дней назад мне исполнилось 33. Я живу в Надежде, маленьком городке в Британской Колумбии. Мы живем в долине окруженной природы, что находится на юго-западе этой великой страны под названием Канада. Здесь у нас есть все, что нужно для счастья. Если сравнивать мой город с другими, то они мусор. Если говорить о тех городах, что я вижу по телевизору, то Надежда всегда была лучшим местом в мире для такого человека, как я. Моя работа также радует меня. Я парковый смотритель прямо здесь в горах. Моя работа требует от меня проводить много времени вдалеке от дома и осуществлять прямой контакт с деревьями и животными. Обычно я сам забираюсь на гору. Человек может доверять горе. Гора никогда тебя не разочарует. Больше мне ничего не нужно. Порой иметь кого-то рядом опасно. Обычно люди много болтают и всегда разворачивают, а разочаровывают тебя в конце. Так, здесь вот вырван листок. 6 июня рисунок видимо наверное жены или это дочки короче нашего главного героя Рэнди. Сегодня я утратил свое чувство ориентации в лесу. Я ходил назад и вперед от хижины, но не мог найти пути назад, несмотря на то, что путь был у меня под носом и я не видел его. Завтра мне придется вернуться. Похоже, что браконьеры ищут неприятностей. Ненавижу людей, которые ищут неприятностей. Потому что те, кто их ищет, всегда их находят. Хотя то, что они находят, не всегда соответствует их ожиданиям. В полдень я нашел оленя, которого переехали на дороге. Это был странный день. 9 сентября. Где ты прятался, мой дорогой дневник? Мне нужно благодарить дочь, что опять тебя нашла. Я забываю писать. Я знаю. И лето уже внезапно прошло. Мне нравятся эти упражнения. По письму открываются другим. Несмотря на то, что никто это не прочтет, это успокаивает мой разум. Я ощущаю, что существую. А еще я хочу читать подобное в книге, которую ношу на смену. Ты никогда не забудешь этот удар? Удар самое сердце. Ты помнишь его? Он тебе снится. Просыпаешься ночью и думаешь о нем годы спустя. Тебя бросает то в жар, то в холод. Джон Конрад. Я был такого же возраста, как моя дочь, когда мой отец бросил мою мать и исчез навсегда. Я думаю, что событие от детства сильно повлияло на меня, осталось внутри меня. Как ожог, что навсегда оставит след на твоей коже, хотя рана затянулась. Яркое воспоминание того, чем все стало. Ты бросаешь что-то, когда тебе это не нужно. Я в это верю. Я никогда не стану таким, как он. Я никогда не брошу тех, кого люблю. Между отцом и сыном есть большие различия. Короче, получается, отец в детстве бросил семью, да. И на... Короче, ну, можно сказать, на детской психике, да, это сыграло, короче, нашего главного героя. Второе октября. Сегодня у меня болела голова, ломила кости. Начались холода и гора стала готовиться к новому времени года. Еще у меня была жуткая мигрень в полдень. Да, мигрень это жесть. Это... мигрень это полная зенца. Десятое октября. Какое наваждение. Я провел весь день с цифрами в голове. Десять здесь, шестнадцать там, бесконечное число деревьев, которые я считал в лесу. Три лисы, один медведь, десять слов, сказанных за весь день и тридцать раз, что я приседал, чтобы осмотреть горизонт из бинокля. Двести пятьдесят два шага от хижины до дороги. Тридцать шагов, чтобы войти в хижину. Я не знаю, сколько слов в этом дневнике, но есть много других слов, что горят внутри меня. Слова, которые я не пишу. Я боюсь закрыть глаза и заснуть. Я боюсь, что все снова вернется. И ветер прошлого ударит мне в спину. Этого одиночества, похоже, недостаточно. Недостаточно вести записи в этом дневнике. Иногда я думаю, что и произойдет, если я проснусь. Ну, получается, вот, это описание такого вот одиночества, да, когда он, ну, ну, это я так понимаю, одиночества, когда он на работе, в этой хижине, короче, в лесу, да. Ну вот. 15 октября. День благодарения. Сегодня был запоминающийся день. Моя жена снова приготовила великолепное рагу. Вся семья ужинала в тишине, но это была приятная тишина. Не всегда необходимо заполнять пустоту словами, верно? Вместо этого Лидии было жаль Ника. Она сказала, что он заслуживает лучшего. Ник заслужил лучшего. Я думаю, что мы все заслужили лучшего. По крайней мере, мясо Ника было вкусно. Типично для детей, как они настаивают на олицетворении мира вокруг них, на том, чтобы давать имена всему, что они находят. Мне нужно было самому свернуть Нику шею голыми руками. Я не трус, но и не люблю убивать животных своими руками. Тем более, когда у них человеческие имена. В моей работе иногда приходится жертвовать животными, которые больны или представляют угрозу для других. Я знаю, что все смерти одинаковы. Даже если это был бы индюк. Короче, Ник это, я так понял, какое-то животное, которого убили и подали к столу, что ли, я так понял. 19 октября. Сделали предупреждение о браконьерах. Бен Паркер, знакомый из города, сделал звонок в офис смотрителя. Похоже, что он видел каких-то охотников в охраняемой зоне. Бен хороший парень. Я думаю, что он единственный человек в городе, с которым я могу поговорить. Я видел его на горе. Он не из тех, кто ищет проблем. Он часто приходит повидать меня, и мы говорим о том, о сём. Он мировой человек, с которым легко сдружиться. На обратном пути он пнулся на фургон, припаркованный у дороги. Две девушки были на обочине и играли, как маленькие дети. Играли и смеялись. Я знаю этих дур уже какое-то время. Они всегда трутся поблизости. Та, что помоложе, загорелая и крепкая девушка, не переставала улыбаться. Она не говорила ничего особенного, в отличие от другой. Они были из Ванкувера и искали растения, чтобы вылечить бог знает какие болезни. Я предупредил их. Лес знает, как добыть пищу. Небезопасно девушкам ходить в лес за цветами. Дикие животные делают своё дело. Как и я делаю своё. Когда они уезжали сквозь шум мотора, я всё ещё слышал смех одной из девушек. Я ненавижу городских. Да, когда живёшь на этом лесу, там, в деревне, городские, вот, ну, люди, как-то, восприятие городских людей уже, ну, немного другое. Я его по себе знаю сам из деревни. Вот, когда переехал в город, вообще, как бы, сначала непривычно было. 22 октября, тут, когда зачёркнуто, зачёркнуто, короче, перечислил. Отчёркнуто всё. И сны моя реальность. 24 октября. Я боюсь ночей. 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 Короче, Рэнди у нас тут сходил с ума, походу. Пятое декабря. Несмотря на мигрень, я всё ещё могу всё забыть и думать только о хорошем внутри себя. Когда моя бабушка по линии матери, которой был уже за 80, умерла, рядом с ней была только сиделка. Старушка жила одна и умерла одна. Девушка сказала, что перед смертью моя бабушка подняла голову с подушки и посмотрела по сторонам, словно хотела найти кого-то. А потом снова легла и умерла. Без сомнений, меня окружает бездна, но я также уверен, что не полностью к ней упал. Временами, мне кажется, если я подниму голову, то смогу перейти на другую сторону. Да, знаете, самое, блин, не знаю, страшное, наверное, да, умереть в одиночестве. Вроде, знаете, да, и есть, ну как, и любимые, да, люди, родные люди, но... Такова жизнь, да. 12 декабря. У Лидии есть то воображение, которого не хватает ее матери. Шеннон волновалась и злилась несколько дней. Я могу сказать, что я ее огорчил. Я знаю, что проводил время вне дома, больше, чем должен был. Но в этом сезоне со всеми этими браконьерами и охотой я не могу дать ей больше, как и нам. Я знаю, это и мне жаль. Короче, он полностью ушел в работу, получается, да, и мало времени проводил с дочерью и женой. 25 декабря тут рисунок какой-то, да, я не пойму, что это за рисунок. Ну, судя по тому, что здесь написано с Рождеством, это, наверное, какие-то фейерверки для снежинки, знаете, да. Тебе нравится, Рэнди? Гора прекрасна. С Рождеством! Счастливого 1986-го. 14 января. Вчера я зашел в бар Гарри первый раз за год. Но я люблю закрытые пространства. Я хотел только выпить с Беном пиво, после этого уйти, но опоздал. Спертый воздух в баре и все эти клиенты, оценивающие каждое мое движение, заставили меня волноваться. Мне не нравилось, как эти парни смотрели на меня. Мне не нравились их разговоры, мне не нравился их смех. Я не слышал, о чем они говорили, но уверен, что обо мне. Когда пришел Бен, он принес несколько газетных вырезок. Его все еще беспокоили нападения в лесу. Что он хотел, чтобы я сказал? Я не могу ничего сделать. Но Бен наставил, что лучше всего будет собрать людей, чтобы отправиться на гору охотиться на медведей. Он уверен, если прогнать некоторых из них, люди начнут возвращаться в город. Дела снова пойдут. Я сказал, что думаю. Падаль питает почву, если прогнать одних животных, новые придут еще. Если сегодня удалить клык, новые еще острее вырастет завтра. Такова природа и таковы люди, которые хотят ей управлять. Ну, в принципе, да, это правильное высказывание, в принципе, да. Если уйдут одни, придут другие, как бы. И это, в принципе, не только вот, знаете, это как пример, да, вот в лесу у него. Это вообще как бы везде. В большинстве случаев. 23 февраля. В лесу странное чувство тревоги. Я чувствую это в деревьях и животных. Какого черта творится в этом мире? Стычки с полицией и в Южной Польше. Похоже, что в Европе творится что-то серьезное. Я думаю, что они скрывают самое страшное. Люди говорят, что армия распыляет химические вещества над небольшим городом. Люди сумасшедшие, злые. Несколько копов убито, но правительство это отрицает. Сегодня опять идет снег, а здешняя тишина пугает. 1 марта. С момента моего странного сна, похоже, мир каждый день просыпается с новой революцией. Обычно я не воспринимаю новости или телевидение, но что-то серьезное происходит, это точно. Шена тоже волнуется, она хочет, чтобы мы отправились в город, чтобы купить еду. Запасы, сказала она. Она сказала, что разговаривала с соседями, они подготавливаются. В Европе в последнее время очень беспокоенно. Полна насилия, новая мировая война. Я уже говорил, что этим коммунистам нельзя верить. 7 марта. Неделя прошла с момента последней записи. Сегодня я не совсем знаю, что сказать. Они говорят про инфекцию. Люди заболевают по всему миру. Быстро умирают. Животных приносят в жертву. Европа в карантине и никто не знает, что делать. Уже было несколько случаев на восточном побережье США. Премьер-министр сказал, что беспокоиться не о чем. Но никто ему не верит. Я запретил своей жене покидать дом. Я обо всем позабочусь. Как обычно, когда что-то все выходит из-под контроля, эпидемия, что-то еще, правительство, чтобы не создавать панику, они начинают все это смягчать. 10 марта. И сразу проявляются такие же симптомы. Мы должны поднять тревогу. Закрыть доступ к горе. Да, ну типа, само собой надо, в таких случаях, карантин, да, или что-то еще, короче. 12 марта. Лисичка, смотрите, нарисован. Лисичка и что это? Волк. Волна насилия вышла за пределы Европы. Говорят, что больницы не были готовы к такому. Но что это все значит? О чем они говорят? О какой-то эпидемии бешенства? Нет, я им не верю. Но ложь продолжается. Люди по эту сторону океана говорят, что все под контролем. Говорят, что поражены более 300 людей. Но я не знаю, значит ли это, что они мертвы или больны. Эти ублюдки-политики, они продолжают врать. Сегодня самолет разбился в Мексиканском заливе. Почти 150 людей пропали. А Бог планирует что-то делать? Я не религиозный человек, но я знаю, что любой дикий лис, которого я защищаю, сильнее и справедливее Бога, которому молятся. Мне нужно вернуться в лес. Вернуться туда, где я тот, кто я есть. Где меня ничего не беспокоит. Короче, вернуться в лес, типа, сбежать, знаете, да. Ну, я так понял, сбежать от проблем, от всего, что ли. А как же жена, как же дочь. Эхранди. 16 марта. Никто не ходит по улице в одиночку. Все ходят с кем-то еще. Мы можем жевать страх, как жвачку, которую можно жевать вечно. Они передали репортаж по ТВ. Человек зашел в банк и без предупреждения напал на работников и клиентов. Он не взял ни цента. Когда он вышел, полицейские выстрелили в него. Но он продолжал идти на них без страха. В эти дни слишком много крови по ТВ. Ну вот, получается, да. Первые стычки с... Ну, по телевидению показали. Первый репортаж, который показали по телевидению с участием этих теней, да. 23 марта. Шеннон, моя жена, очень волнуется. Но она не хочет, чтобы Лидия знала. Мы ее не посвящаем в это. Ну, понятно, чтобы ребенок сильно не боялся, да. 25 марта. Мы утратили связь с внешним миром. Вчера я включил ТВ, там передавали экстренное сообщение вместе с противным жужжанием. А еще эти трусы из Оттавы прячутся. Радио тоже не работает. Мы ничего не слышим. Но я соврал, местная станция работает, они продолжают гонять музыку целый день. Никто не говорит, никто ничего нам не рассказывает. Тяготеющая тишина. Понятно. Началось, короче, началось, да. 20 апреля. Я ничего не писал довольно долгое время. Наш город заполонили. Я сражался вместе с Беном и другими людьми, но наши укрепения были бесполезны. Их ничто не останавливало. Когда я добрался до дома, Шеннон и Лидия исчезли, как и все остальные. Был массовый исход из города, надежды. Мы с Паркером пошли следом с того момента, мы не разделялись. Даже для ответа на зов природы. Мы шли через лес, уходили от катастроф и делились сожалениями, пока мы не достигли Ванкувера. Мы думали, что в большом городе дела будут лучше, что мы найдем своих людей. Как мы были наивны. Ванкувер не узнаваем. Нет еды, нет топлива, нет надежды. Мы убегаем, укрываемся, как животные. С трудом сплю. Там сотни этих существ повсюду. Тени. Вот как их начали называть с самого начала. Тени, что живут во тьме, что раньше имели людские очертания, что раньше были людьми. Тени жизни, которая закончилась. Их зловещие вопли мучают нас ночь за ночью. Я думаю о Шеннон и Лидии каждую секунду. Они где-то там, напуганы и в бегах. К разговору о поисках иголки в стоге сена. Да, короче. Вот, получается, он пришел домой. Короче, Шеннон и Лидия пропали. Вот, теперь, как бы, вот задача. Ну, как бы, он ищет теперь свою семью. О чем я вам говорил изначально, да. И убежище. Видимо, короче, эпидемия, она, получается, мирового масштаба, если в другой, видите, город он приехал. И там, вообще, жесть какая-то. Я так по ним скучаю. Понятно, Ренти. Десятое апреля. Сегодня мы с Паркером нашли группу выживших. Они скрывались с тех пор, как рухнул город, больше месяца назад. Как и Надежда. У них больше нет воды и еды. Они напуганы. Они кружили по предместьям города и в какой-то момент хотели убить Бена и меня. Группа состоит из двух взрослых мужчин и двух женщин. Они вооружены. Один из них коп, но он очень старый. Другой, похоже, никогда в жизни не стрелял из пистолета. Он похож на профессора из университета. Рыжий, тощий, пушечное мясо. Женщины, близняшки, молодые. Они отражения друг друга. Похоже, что их ничто не связывает с мужчинами. Не знаю, почему они их защищали так долго. Старик сказал, что он слышал сообщение по радио в разбитой полицейской машине. Сообщение говорилось о городе по ту сторону границы. Он хочет, чтобы мы пошли на юг. Он уже говорит о нас, словно мы группа. Мы, говорит он, мы должны помогать друг другу, говорит он. Бен считает, что это к лучшему. Всем идти вместе. Группа, стадо. Завтра мы отправляемся в Сиэтл. Ходят слух об убежище, переселении Шеннон, Лидия. Они где-то на этом пути. Вот, про убежище, короче, да. Вот, отправились в убежище. Да, не получается. Мы продвигаемся медленно, крадя топливо из сброшенных машин. Иногда мы натыкаемся на теней, порой нам приходится сразиться с ними. Тыл должен стрелять им в голову. Это все. Это единственный совет, что дал нам Бог, чтобы выжить в его апокалипсисе, где мертвые вновь встают и идут. Но если они правда не живы, зачем им нужно питаться нами? Теперь кошмар не заканчивается с восходом солнца. Мы с Беном проснулись на рассвете в заброшенном баре рядом с группой выживших из Сиэтла. Близняшки на этот раз не спали. Нет. Вместо этого они кричали, они кричали снаружи. Профессор был снаружи на своем дежурстве. На профессора напали, когда он нас охранял. Гус на его руке. Он остекал кровью. Мы должны были зачистить зону. Позже рыжий парень, чертов профессор, истек кровью перед нашими глазами и перестал дышать. Мы все знали, что произойдет дальше. Каждый из нас. Мне пришлось им пожертвовать. Короче, вот он говорит, если они правда не живы, зачем им нужно питаться? А вообще, если это зомби, по стандарту, если это зомби, зомби, у них работает только... В мозгу работает только одна функция. Это жажда. Жажда еды, короче. Да, вот жажда... Им нужно есть. Есть. Поэтому, как бы, вот они пожирают, да, там, людей. Как бы, ну как, один рефлекс у них вот работает, да, такой вот. Как бы, я думаю, в принципе, если они не будут есть, в принципе, они полностью-то не сдохнут, но... Мозг требует. Частичка мозга, которая вот у них отвечает за жажду, она требует. Седьмое июня. Лидия Шеннон. Имена, которые я не могу забыть. Моя голова разделена на тысячи фрагментов. Маленьких осколков разбитых кристаллов. Как сахарный песок. Прерывистые слова. Головоломка, которую я больше не могу решить. Будущего нет. Это время, где нет завтрашнего дня. Короче, все, ну, Рэнди у нас потерял, короче, ну, как мотивацию, да, потерял надежду. Пишет. Первое июля. Когда я был моложе, я мог вспомнить все. То, что произошло и то, чего не было. Теперь мне приходится просматривать эти страницы, чтобы найти свои воспоминания. Мы видим город издалека, а все, что мы слышим о нем, кажется, правда. Сиэтл. Это город-призрак. Ты никогда не найдешь милое и спокойное место, потому что его нет. Его не существовало раньше, а сейчас и подавно. Ты можешь себя обманывать, как этот профессор. Ты можешь думать, что такое место есть, но добравшись туда... Типа... Типа хренушки, да, когда ты, тут что-то не дописано, ну, типа... Ну, доберешься-то оттуда и разочаруешься. Фиг тебе с маслом. Вот. Ну, вот, короче, конец дневничка, да, у нас получается. Конец дневничка, вот. Остальное мы посмотрим, наверное, уже после игры, тут электронные игры, какие-то дополнительные секреты. Ну, вот, секреты, ну, секреты, вот, смотрите, вот, фотка, получается, фотка жены, да. Фото моей жены и дочери. Счастливый момент нашего прошлого. Если честно, я не люблю смотреть на него. Короче, вот, это, видимо, единственная фотка, что осталось у него от жены и дочери, короче, которую он хранит у себя, наверное, во внутреннем кармане куртки. Как это, да, он не бывает. Ну, вот. Ну, что, друзья. Остальные, короче, фрагменты, я так понимаю, ну, дневника мы будем находить по ходу игры. Вот. И начнем мы первую серию. Это будет как нулевая пролог, да. Начнем мы первую серию уже, ну, в следующем прохождении, вот. Ну, кому понравилось мое чтиво, вот, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Кстати, если хотите купить игру, ну, подешевле, чем в Стиме, вот, ссылочка будет в описании. Заходите, покупайте, там, почти, не знаю, больше 50%, короче, скидос на нее, поэтому я купил там, как бы, вот. Ну, и комментируем, не забываем. С вами был Валерий. С вами был Валерий.